Более 150 миллионов рублей было израсходовано из бюджета ангарского муниципального образования на подготовку школ к новому учебному году. Львиная доля и без того немалая сумма ушла на капитальные ремонты. В перечине работ, которые делались в образовательных учреждениях, были включены ремонты кровель, отмосток, тепловых узлов, сантехнического оборудования, система отопления, электроснабжения, вентиляции, замены полов, оконных и дверных блоков, санузлов, спортивных залов. Всего из средств бюджета ангарского муниципального образования на проведение капремонтов было выделено 64 миллиона 150 тысяч рублей. Порядка 2,5 миллионов рублей ушло на то, чтобы школы полностью отвечали требованиям пожарной безопасности и не вызвали нарекания у сотрудников отдела надзорной деятельности. На текущие ремонты муниципалитет выделил чуть менее 40 миллионов рублей. На средства из бюджета также выполнены и антитеррористические мероприятия. Можно сегодня говорить о том, что в большинстве образовательных учреждений установлены видеокамеры наружного наблюдения. И на следующий год мы планируем завершить оснащение видеонаблюдением все наши образовательные учреждения. На 19 миллионов рублей в ангарских школах восстановлена целостность ограждения и асфальтового покрытия. К примеру, по периметру 15 образовательных учреждений теперь абсолютно новые заборы. Свой вклад внесли и родители. Доля добровольных взносов в общей сумме, затраченной на подготовку школ к учебному году, составила полтора процента. К слову, оценить обновленные образовательные учреждения тысячи учащихся смогут уже 1 сентября. Кроме того, в сентябре в школах ждут и выпускников девятых классов, которые не справились с процедурой государственной итоговой аттестации. Таковых оказалось 382 школьника. Все они допущены к пересдаче. Вот сейчас уже предварительно определились с поступлением в учреждение профессионального образования из этого количества выпускников, которые не прошли итоговую аттестацию, 160 человек. Мы их тоже приглашаем пройти государственную итоговую аттестацию. Все те, кто не смогут ее пройти в эти сроки, которые определены в сентябре, они будут оставлены на повторный год обучения в общеобразовательных школах. Таким образом, Министерство образования приняло решение дать шанс девятиклассникам. Если ребята пересдадут предметы, по которым они показали неудовлетворительные знания, то они могут либо пойти в 10 класс, либо идти осваивать профессию в училище или техникум. Тем, кто пересдавать итоговый экзамен не намерен, тоже предложат выбор. Они могут остаться на повторное обучение, они могут перейти на семейное обучение, или они могут идти в профессиональное образование для получения профессии как-то. В ходе пресс-конференции участники ответили на вопросы журналистов, касающиеся итогов комплектации первых и десятых классов, а также групп в дошкольных учреждениях. Об этом в нашем следующем выпуске. Ольга Дерибера, Дмитрий Новопашин, Владимир Сливанов, Местное время.